Всем здравствуйте! С вами на связи Леня Манутиаду. Я приветствую вас на своем канале. Тема сегодняшнего нашего расклада «Мое призвание в профессиональной сфере». Расклад предложила Жанна Валерьевна, за что я ей благодарна. Я помню, что я просила присылать идеи для раскладов, по-моему, уже не в последнем и не в предпоследнем, а два расклада назад, в разделе «Сообщество» есть пост, и в комментариях к нему вы можете присылать свои идеи для раскладов. Очень хочется, чтобы канал был разносторонний, но в одном направлении. То есть для меня это очень важно. Разные темы, то есть разные сферы. Сфера отношений, профессиональная, финансовая, и сфера самопознания, но всегда через призму психоанализа. То есть не то, что прям так или иначе, а расклады делаю я, и поэтому все зависит от таролога, как он интерпретирует карта. Я все равно не смогу интерпретировать карты как-то иначе, нежели с точки зрения психоанализа. Поэтому не удивляйтесь. Я знаю просто, что на расклады, связанные с финансами, либо с отношениями, не так большой спрос, как на расклады про отношения, про расклад самопознания. Но на самом деле во всем можно услышать необходимую вам информацию. Такое небольшое исключение я сделала. Еще раз поблагодарю Жанну Валерьевну, мы посмотрим. Сегодня мое призвание в профессиональной сфере, это не будет говорить... Ладно, не буду вам рассказывать, о чем будет расклад. Просто смотрим. Три позиции. Красненькие, голубенькие, зелененькие камешек. Первая, вторая, третья. В последнее время мой телефон почему-то делает все зеркально. Вот, и когда я посмотрю, просматриваю сама расклады, прежде чем их заливаю на YouTube, я вижу, что местами все меняется. То есть зеркальное отражение. Поэтому первая, вторая, третья у вас, она, наверное, будет уже видео наоборот показываться. Вот, по крайней мере, мой телефон вот так радует меня в последнее время. Ладно, выбрали. Так, отодвигаю эти две позиции. Зеленый камешек упал, причем упал очень далеко. Ну, потом с ним разберемся. Так, позиция номер один, красный камешек. И первый вопрос в раскладе моего призвания в профессиональной сфере. Сначала посмотрим, какая профессия подходит для раскрытия ваших талантов. Именно для раскрытия ваших талантов. Какая вам профессия подходит для того, чтобы ваши таланты раскрыть. Во-первых, профессия, в которой необходимо терпение. Профессия, где есть непосредственно какое-то, знаете, вот постоянство и рутина. То есть одно и то же, одно и то же. Но не в контексте обыденности, а такая, знаете, серость. А именно в контексте вот что-то оттачивать, что-то шлифовать. Для этого вы как будто бы делаете одни и те же действия, но они помогают вам улучшить как-то вот свои навыки, свои качества. Допустим, я делаю расклады, каждый раз, допустим, использую Таро, но все равно то, что я говорю, вот в этом постоянстве все равно есть некое разнообразие. Поэтому профессия, которая подходит для раскрытия вашего таланта, это там, где есть терпение, там, где есть постоянство, там, где не надо торопиться. Это очень важно. То есть независимо от того, это будет ваша работа, либо вы будете работать на кого-то, здесь очень важно, чтобы вас не подгоняли. Чтобы вы делали шаг за шагом, да, постепенно. То есть даже если это рост как-то, если вы работаете на наемной работе, да, по карьерной резнице, он должен быть постепенный, медленный, не торопясь. Здесь есть какая-то, знаете, надежность, уверенность, какое-то вот постоянство. Рыцарь, пендакли, это земной персонаж, да, вот у него есть, во-первых, знаете, такое хорошее здоровье, хочется сказать. Выдержка. Вот здесь, знаете, то, что вас не выводит из себя. И вот как-то, знаете, вот какая-то сила ощущается, да, вот умение контролировать, здесь даже не про эмоции, а здесь вот умение контролировать себя. Да, да, дисциплина. Вот такие профессии, в которых вот эти навыки нужны, да, вот дисциплина, я сказала, да, это могут быть, например, я не знаю, как у военных, когда одно и то же, да, надо кому-то подчиняться. При этом надо, вот здесь вот вопрос терпения, не проявление своего эго, потому что у военных, когда тебе кто-то командует, а у тебя очень сильно развито вот твое эго, это вас будет ломать. Поэтому здесь надо, чтобы все было как-то постепенно, последовательно. Вот какие-то такие работы. Может быть, даже и спортсмены, где вы работаете, как-то физический труд, но при этом вам, вам это здесь, понимаете, профессия такая, которая вам это не в тяжесть, то есть вам это нравится. Так, еще, какая профессия? Профессия, в которой, вы знаете, вот здесь очередной аркан выпадает с земли, профессия, в которой будет для вас, знаете, вот каким-то шансом, да, каким-то подарком, в которой вы сможете постоянно что-то изучать, профессия, в которой вы можете развиваться. Но, знаете, здесь проявлять любознательность, вот интересоваться, и вы готовы здесь вкладываться, понимаете, вы готовы что-то здесь изучать, готовы... Здесь почему-то у меня идет какой-то помощник, да, как будто бы, которого подвели к какому-то мастеру, вот он, и он наблюдает за его действием, да, как он действует, он замечает все детали. Здесь вот профессия, в которой очень важна, допустим, детали, да, память очень важна, наблюдательность очень важна, интерес. Здесь человек все делает с любовью, понимаете, здесь нет какого-то вот, я говорю про рутину, но здесь нет какого-то, о, опять одно и то же, автомат, как зомби, нет. Здесь вот приносит какое-то удовольствие, да, вот умение раскрывать какие-то грани, прям, вы знаете, шлифовка, как в алмазе, да, вы шлифуете каждую грань, и при этом вроде бы камень-то один, но шлифовка, она какая-то многогранная. И вот здесь вот вы прям изучаете, и для вас вот это вот ваше детище, знаете, как будто бы вот какое-то детище, и вы вкладываетесь, вкладываетесь в него, и вам это нравится, вы получаете от этого удовольствия, вы растете вместе с этим, потому что вы получаете знания здесь. Здесь даже не столько опыт, хотя он тоже есть, да, здесь Паша, Рыцин, то есть через эти знания вы получаете и опыт. Здесь вот прям очень такой, знаете, человек такой трудолюбивый, прям не отлынивает от работы, спокойный такой, замечает все детали, прям вот с удовольствием работает человек, вот в кайф, вот ему, но в своем ритве. Это очень важно, не торопясь, медленно, поступательно, постепенно. Вот такая вот профессия вам подходит. Какая профессия подходит вам для заработка больших денег, да, то есть это могут быть абсолютно разные профессии. Давайте я просто расскажу, какая профессия подходит вам для заработка больших денег. Так интересно, карта у полуворишка, да? Ну, конечно, когда воруешь, воруешь большие деньги. Знаете, карта воришки, она говорит о том, что то, где вам нужно будет применять какие-то коммуникационные навыки с одной стороны, а с другой стороны свой интеллект. То есть, если в первом варианте для раскрытия своих талантов здесь вы работаете больше руками, то во втором случае для заработка денег вам надо использовать как-то свой ум, коммуникация. Вот здесь вот хитрость ума должны проявлять. Здесь, знаете, вот все способности, которые вы раскроете в себе, получите, их надо будет как-то правильно продавать. Вот здесь как-то с продажами, продажами своих услуг идет. Выпадает воин. Как я люблю этого воина. Посмотрите, какая картинка прям. Очень люблю это, фотографии воина. Здесь, знаете, та профессия, в которой нужно будет, вот я сказала ранее, да, военный, где есть дисциплина. Вот зарабатывать деньги здесь не то, что вам нужно быть воином, а человек, который умеет отстаивать свои границы. Человек, который умеет, знаете, вот силой воли, силой духа, который может что-то там доказывать, бороться, сражаться. Вот здесь вот, понимаете, здесь как будто бы, вот как на бирже, да, умение вот применять именно ум, но при этом, знаете, вот рисковать. Уметь рисковать, уметь, вот здесь не надо бояться, здесь надо человек, у которого должна быть, я сказала ранее, выдержка, но здесь еще для больших денег надо не только выдержку, а здесь надо иметь терпение такое, знаете, чтобы вот уметь контролировать эмоции. Вот 100%, если вы хотите, то есть не пока вот это вот покерфейс, когда нельзя считать по лицу, вот где человек хитрит, где обманывает, где вот какая-то выгода. Вот здесь вот, ну это все с хорошей точки зрения, то есть здесь не то, что кого-то обманывает хитрость, а здесь именно вот прям вот на бирже, да, когда играет до последнего, либо до кого-то в покер, когда играет, никто не поймешь, кто выиграет, кто блефует, кто нет. И вот здесь вот выдержку нужно, вот здесь вот как-то такие качества, навыки в профессии, еще какие. Ну вот воздух, я же говорю, здесь интеллект. Здесь профессии, которые связаны как-то с интеллектом, с передаванием, возможно, каких-то навыков. Но здесь просто понимать, здесь не только обучение, здесь надо уметь продавать свои услуги. Профессия очень, где развита разум, мышление. То, что может связывать как-то какие-то вещи, может быть коммуникация. Здесь профессия, например, риэльторы, да, которые продают недвижимость. То есть люди, которые связывают, допустим, между собой людей. Но это не как сваха, допустим, я знакомлю, а это больше как-то, мне кажется, творческое. А здесь вот именно интеллектуально, когда ты связываешь прошлое и настоящее. То есть умение вот создавать какие-то мосты в профессии, соединять кого-то, либо навыки. Ну вот здесь змея, ну я сто процентов здесь профессия, какая-то должна быть такая очень умная. Какие профессии могут быть умные? Ну если это преподаватели, то преподаватели однозначно нам где-то в институтах, в университетах. Либо, опять-таки скажу, да, с большими деньгами где-то в банках, да. Но не кассиры, а именно в банках. Там, где вот надо вот, знаете, есть риск. Риск потерять большую сумму денег. Риск получить. Здесь люди должны быть иметь математический склад ума почему-то, да. То, что вот как-то вот просчитываешь. То есть здесь вот какие-то бизнесмены, но не среднего звена, а таки достаточно те, которые связаны с большими суммами этих денег. Здесь умение применять свой ум. Вот вы уж сами решайте какие-то профессии. Я не знаю. Здесь прям, ну просто много разных профессий, где можно ум свой применить. Но и эта профессия, они неспокойны. Здесь очень много нервов, очень много стресса. Здесь люди плохо будут спать. Не потому что боятся, а потому что не умеют снимать напряжение. Вот люди постоянно как-то за что-то тревожатся. Они находятся в каком-то движении вот именно в своих мыслях. Прям вот, я не знаю. Может быть, как-то, знаете, вот организаторы чего-то, да. Но там как security почему-то мне идет. Безопасность. Какая-то вот безопасность. Потому что здесь воин выпадает. Я не знаю, что за профессия. Вы уж сами подумайте, напишите. Хорошо. И последний вопрос. Какая профессия, а какой профессией я бы хотела заниматься? Либо хотел. То есть мы рассмотрели, что раскроет ваши таланты, какие профессии дадут вам большие деньги. А теперь посмотрим, а чему вы хотели заниматься на самом деле? Какими профессиями? А хотели бы вы заниматься тем, что приносит вам радость? То, что дает какое-то, знаете, удовольствие, наслаждение. Умение выражать какие-то творческие профессии через выражение любви и профессию, в которой нужно сотрудничать. То есть вы, вот странно, смотрите. В чем странность заключается? Опять-таки я же говорю про анализ. Вот то, что вы хотите делать, как-то вот больше есть женских каких-то энергий, пассивных, мягкости какой-то, да, вот сотрудничества, умение сотрудничать, радость, чтобы вам работа была в наслаждении, в удовольствие. Больше как-то вот женские какие-то энергии идут. То, что приносит вам денег, здесь больше какие-то мужские энергии идут, активные. То есть совсем противоположность того, чем вы хотите заниматься. А то, что раскроет ваши способности, оно, вот как раз-таки, знаете, вот какой-то микс между синтезом мужского, пассивного и активного, да, каких-то таких энергий. Поэтому здесь вот профессии, они абсолютно разные. Но если мы говорим, что то, что приносит вам удовольствие, однозначно вам приносит творчество. Но если мы говорим о заработке денег, это бизнес, это вот прям мужское-мужское. В бизнесе нет ничего женского, не может быть бизнес по-женски. Там другие энергии, другие составляющие. То есть воин, женщина никогда не может быть воином, иначе она будет амазонкой. Но это опять-таки все равно мужские какие-то качества. А то, что приносит вам удовольствие, то есть здесь даже, если мы говорим о профессии, где есть большие заработки, здесь лидерские качества. А вам нравится, наоборот, не вести за собой людей, а быть в сотрудничестве. Так как-то вот кому-то что-то делегировать, разделять с кем-то, может быть идеи какие-то. Там, где есть большие деньги, вам, например, абсолютно другие качества нужно будет проявлять. А то, что раскроет ваши таланты, здесь опять-таки то, что ценно вам, то, что вам близко. И это как-то, понимаете, здесь разные абсолютные энергии. То, что приносят деньги мужские, то, что приносит вам удовольствие, это женские. А то, что раскроет ваши таланты, они какие-то вот больше заземленные, такие понятные, известные какие-то, такие спокойные. Я бы сказала, баланс, какой-то вот микс-баланс. Что вам принесет вот это удовольствие? То, что, знаете, профессии, в которых нету границ. Профессии, в которых вы опять-таки будете чувствовать. Здесь вот видите, ненаемный работник. Либо как-то, я не знаю, если наемный, то очень гибкий график такой, что вот вас не ограничило. Чтобы вот вам было легко, чтобы вы получали удовольствие. Здесь же при заработке больших денег вы находитесь в напряжении. А легкости здесь вообще надо забыть. Здесь нету легкости. То есть для удовольствия что еще вам нужно? Какое-то, знаете, вот передвижение. Хотя, смотрите, здесь для того, что вам приносит удовольствие, должно быть иметь какое-то движение, да, постоянно. Пусть это хотя бы в фантазиях, но обязательно должно быть какое-то движение. А то, что раскроет ваши таланты, в этом нету движения. Здесь, наоборот, есть какое-то постоянство, стабильность, усидчивость, упорство. То есть больше такой, знаете, стабильные какие-то профессии. А вам хочется путешествий как в голове фантазии, как минимум, так и в реальной жизни, в материальном плане. Да, вам хочется поддержки, вам хочется какой-то уверенности. Но при этом, да, у вас есть какие-то страхи, сомнения, вот их нужно краски и разрушать. Да, но здесь пошли уже описания ситуации, а не профессии, да, то, что вот там вы вкладываетесь, а результата какого-то не получаете. Вот вам нужно, знаете, такие профессии, в которых сразу был результат. То есть вы немножко поработали, да, и вы должны были увидеть. То есть если вы что-то придумали, допустим, какой-то продукт, да, вы его продали, люди купили, вы получили удовольствие. То есть здесь не про то, что вот долго-долго-долго что-то делать, но при этом, когда вы долго делаете что-то, вкладываетесь, вы в этом процессе раскрываете какие-то свои способности. Вы хотите, чтобы это было легко, чтобы это было быстро, чтобы вы видели свои результаты, чтобы вы наслаждались, чтобы вы не привязывались к этому, да, чтобы вас ни к чему не обязывало. Здесь какая-то вот легкость должна быть, неожиданность, да, чтобы все было так это вот непредсказуемо. А для того, чтобы раскрыть свои таланты, наоборот, надо постепенность, надо стабильность, надо известность. А вам хочется, когда такое, знаете, чудо-волшебство свалилось нагло. О, хорошо, классно, непредсказуемо. Сегодня я здесь, завтра я там. Меня никто не ограничивает, меня ничего не сдерживает. Какая-то вот поверхностность. А вам говорят наоборот. Если вы хотите раскрыть, это то, что вы хотите. А если вы хотите раскрыть свои таланты, наоборот. Надо быть дисциплинированным. А если мы хотим у больших денег, то здесь вообще обязанности и ограничения только так, серьезность. А вам этого не хочется. Вот такой вот интересный расклад был по первой позиции. Вообще разные, абсолютно разные профессии. Я сделала эти вопросы не случайно. Жанна Валерьевна предложила тему, то есть мое призвание в профессиональной сфере. А вопросы были придуманы и сформулированы таким образом, чтобы показать вам, что иногда то, что мы хотим, то, что мы умеем, то, что нам поможет раскрыть наши способности, это абсолютно разные вещи. И мы себе порой не отдаем отчет в этом. Вот подумайте, кстати, над тем, что, по крайней мере, если вы хотите зарабатывать большие деньги, то как вам это сделать, как уметь совместить, да, я не говорю, что вы отказывались от чего-либо, но уметь совмещать и соединять, это тоже классно, суперски. Так, а мы с вами... У нас чертся? Нет, не пить будем, это учителя хвалит, наверное. Переходим к позиции номер два. Ваше здесь посмотрим призвание в профессиональной сфере. Голубенькие камешек первого вопроса. Какая профессия подходит вам для раскрытия ваших талантов? Здесь профессии, которые связаны с коммуникацией, но, причем, знаете, даже не столь даже где есть общение, сколько где есть, знаете, вот, как так объяснить? Ваша суть заключается в том, что вы... Сейчас скажу. Ну, просто говоря, скажи это, скажи это, и поток такой большой пошел, и хочется сказать всего-всего сразу. И слова тормозят немножко. Здесь такое состояние, знаешь, в профессии, когда вы сфокусированы на себе, на своем каком-то внутреннем состоянии, да, на интуиции. Вот вы прислушиваетесь к своей интуиции, а потом вот эти вот состояния вы как-то доносите до других людей. Здесь однозначно идет через развитие, через слово, через письменность, может быть, да, через движение. Какие профессии здесь могут быть, да, вот вы, допустим, пишите книгу. То есть здесь должна быть фокусировка на своем внутреннем состоянии, профессия, в которой для того, чтобы раскрыть свои таланты. Когда вы абстрагируетесь от внешнего альнина, когда вы фокусируетесь на внутренних состояниях, на том, что вы ощущаете, как вы это все чувствуете, то, о чем вам говорит ваше сердце, то есть уметь слушать себя, свою интуицию, а потом это доносить до других людей, но делать это, причем таким образом, ненавязчивым, но вас здесь не будут принимать. Почему? Потому что, возможно, вы здесь будете приносить какие-то вот неординарные идеи, да. Даже здесь вопрос не про принятие, а вам нужно быть готовы к тому, что вы будете сталкиваться с другими мнениями, различными от вас. И вот здесь вот как раз вот эти вот коммуникационные навыки, вот в этом случае они должны будут быть применены. вы как-то вот своим видением, своему ощущению, вы как будто бы будете разрушать, да, здесь взрыв мозга происходит. Вот какие-то идеи, которые идут, ну, не соглашаются, они не согласны с идеями других людей. Они разные. Вот как будто бы это, знаете, даже не то, что они противоположные, а они разные, они немножечко другие. Вот здесь ваше видение, оно отличается. Почему? Потому что ваше видение, оно интуитивно, оно не идет от головы. Поэтому любые профессии, которые связаны каким-то образом с вашей интуицией, с вашей, с вашим фокусом внимания, с вашим состоянием, они будут помогать в раскрытии ваших талантов. Но здесь вот обязательно как-то надо проработать вот вопрос коммуникации, потому что людям будет непонятно, то ли вы будете доносить непонятно, каким образом, ну, то есть, если вы работаете как-то с образами, да, со снами, с наведениями, это язык метафорический. И уметь донести, это надо будет разработать как-то свой вот этот вот голосовой аппарат, таким образом, и интеллектуальный, чтобы доносить, находить правильные слова, которые будут описывать состояние. И людям это будет не совсем понятно. Возможно, здесь язык метафор будет, возможно, здесь будет язык образов, аллегорий. И людям это будет не совсем понятно, потому что то, что мы чувствуем, да, чувство сложно описать словами. Вот в чем сложность будет. Но здесь однозначно коммуникация, здесь однозначно общение. И здесь как-то вот профессии, как-то вот связанные с письменностью, письменность, переписка, через рукопись, через рукопись. Как-то, знаете, может быть еще профессии, как-то вот как дизайнеры, да, как художники. То есть умение доносить как-то красоту. Ну вот здесь больше через письменность, хотя руками тоже можно, да, то есть какие-то таланты вы раскрываете. Когда, например, вы вышиваете, то есть здесь такая работа, когда вы сфокусированы, то есть вы что-то делаете, что-то творите, но вы это делаете из состояния. Через удовольствие, через наслаждение. Вот здесь идет красота, вот здесь идет одежда, здесь идет шитье, здесь идет моделирование одежды, здесь идет рукоделие, какие-то изделия, кольца, браслеты. Таланты, что еще здесь может быть? Стихи, творчество здесь идет. Ну состояние. Вы уж вот через такие профессии вы раскрываете свои таланты. Вы уж сами смотрите через что и как. Хорошо, давайте теперь посмотрим, какая профессия подходит для заработка больших денег. То есть если вы хотите деньги большие, какие профессии вам подойдут? Ну здесь сразу показывается путешествие, то есть все, что связано с передвижением, все, что связано с путешествием. Ну знаете, здесь как интересно, выпала карта креста, выпала карта талисман, которая говорит о том, что вот здесь непростые путешествия, здесь какие-то, знаете, вот ретриты. Здесь могут быть профессии, когда вы, ну туристические какие-то агентства, да, когда вы как-то вот что-то организовываете, но вот именно это связано с духовностью. То есть не просто куда-то поехать для развлечения, а именно вот какие-то вот, не знаю, встречи, ретриты, какие-то, какие-то вот тренинги, может быть, да. Причем вы здесь можете и обучать. Вот здесь вот как-то защиты связаны. Вот как-то, знаете, профессии, вот почему-то я вижу здесь с руками как-то вот вы работаете. Может быть, продавать кому-то, да, какие-то свои изделия за границу, может быть, да, но не в вашем городе. То есть ездить здесь надо. Может быть, придумывать какие-то талисманы, амулеты для защиты, там, я не знаю, в машинах как-то. Талисманы на удачу. Но здесь вот ручная работа. И Крест говорит о какой-то духовности здесь, понимаете. Здесь профессии, которые связаны с духовностью. Где не надо торопиться. Здесь, знаете, профессии как-то со временем связаны. И говорю, как-то вот прошлое идет, да, вот на места силы, может быть, поехать куда-то. И там передавать какие-то знания. Ну, вот здесь вот время. Здесь вопрос времени еще играет роль. Здесь профессии, когда, возможно, вы помогаете людям определиться, да, какой путь выбрать. Переклестки. Здесь вот обычно у меня по третьей позиции выходят какие-нибудь. Ведьмы, да, практики. А вот здесь почему-то у меня на вторую позицию вышло. То есть, может быть, может быть, если вы бы занимались какими-нибудь практиками. Либо помогали, ну да, практиками, либо помогали людям определиться со своим как-то вот выбором. Выйти, возможно, из каких-то депрессивных состояний, из одиночества, вот свахи, может быть, да, кого-то с кем-то свести, кого-то с кем-то познакомить. Вот здесь вот вопрос времени и прошлого идет. Я не знаю, что это может быть. Может быть, работают как-то с эвтороградными моментами, да, с регрессиями. Ну, здесь однозначно, когда вы помогли, здесь о помощи идет. Помощь, видите, людям из одиночества, из уединения какого-то, от исцеления. Вот такие здесь профессии. Хорошо, какой профессией вы бы хотели заниматься? Вот прям к чему вас тянет, к чему вас клонит? Какой профессией вы бы хотели заниматься? А вот вы знаете, вы и хотели бы заниматься какими-то духовными. Профессия, в которой вы смогли бы ощутить себя действительно нужным и целым. То есть здесь однозначно какая-то вот помощь, да, я вижу, идет. То есть в этих профессиях вспомогательных вы себя чувствуете нужным человеком. Вот вы ощущаете вот эту вот целостность. Когда, вы знаете, вот хотелось бы вам, чтобы через вас проходили вот эти вот... Какой-то свет, да, высших сил. И вы были бы полезны. Ну вот, как говорят, да, руками человека Бог движет. Вот здесь вот как-то так. И вот здесь вот вы ощущаете эту целостность. Здесь есть карта ошибки в мелочах. Вы знаете, вот я говорю о памяти. Может быть, у вас хорошо развита память. Может быть, у вас фотографическая память. Вот вам хочется, знаете... Вы, скорее всего, у некоторых, да, здесь просто точная какая-то информация идет для кого-то. Есть такая способность замечать, как будто бы, что не на своем месте находится, да. Вот замечать какие-то ошибки, детали. Я вот, я не знаю, может быть, видели в интернете, да, есть ролики такие. То ли Япония, то ли Китай, я не знаю. Где люди, вот перед ними выкладывают листы денег, причем вот такие вот толстые, да, бумажки, прям большая такая, и там напечатанные. Вот они с такой огромной скоростью просматривают это все, где есть какие-то вот ошибки, да. Может быть, ну, неправильно в типографии как-то отпечатаны были эти деньги, да. Может быть, ну, вот какое-то вот умение замечать ошибки других людей. То есть вы умеете замечать детали, ваша способность. И вот вы хотели бы это там вот применить, да. То есть вы иногда замечаете то, что не видят другие люди. Только потому, что у вас есть вот эта вот интуиция развитая очень сильная. И вот здесь вот ваша профессия хотела бы, чтобы вы умели, знаете, вот показывать людям то, что они не видят. Уметь здесь вот умение показывать и рассказывать то, даже не то, что рассказывать, а обращать внимание людей на то, что им не видно. Вот у вас, может быть, есть такие способности, что то, что видите вы, люди другие не замечают. И это связано как-то с деталями, да. Прямо опять точечно, может быть, кто-то здесь психолог, да, знаете, вот как менталист. То есть умение считывать реакцию других людей, но даже не реакция, а вот какая-то вот мимика, да. И малейшее изменение мимики вы замечаете, и тем самым вы понимаете настроение другого человека. То есть вот здесь вот какие-то вот детали, то, что вы видите, другие люди не видят. И вот вам вот этот навык очень хотелось бы раскрыть. Что это за навык? Вот прям у нее самой аж любопытно стало. Так, это было перевернуто. Что это за навык? Здесь как будто бы, знаете, вот то, что выбивает человека из колеи. Вот вы как будто бы, знаете, какая-то, а вот, все, поняла, как будто бы диагностика. Вот у кого-то у вас есть способность, да, вот знаете, диагностировать здоровье, да. Может быть считываете ауру. Вот вы смотрите на человека, и вы его сканируете, вы его диагностируете, понимаете, что идет не так. То есть вот этот вот навык, когда вы видите, что идет не по плану, да, не так, как нужно. Жизненный колеи как-то не в потоке. Вот вы умеете. То ли вы здоровье сканируете, диагностируете кого-то и говорите, вот здесь вот этот орган не работает, а вот здесь вот этот орган не работает. То ли, допустим, есть способность, допустим, механик, да, как там, да, механик, автослесарь, не знаю, как называется. А то есть вот смотрите на какой-то примере, и вы понимаете, да, то по звуку как-то может быть, понимаете, что вот мотор неправильно работает, да, либо там поршни трутся, либо еще что-то. Вот какой-то вот навык, в котором вы понимаете, что что-то идет не так. То ли слух у вас развит больше, то ли чуйка так развита. То есть даже, вот смотрите, то ли человек это, то ли ситуация, то ли предмет, и вы понимаете, что вот здесь вот проблема, на это надо обратить внимание. Вот это вот качество, правда, оно не у всех, но почему-то мне вышло. Вот. Вот такая вот, такие вот профессии. Хотелось бы, был бы вам очень интересно, правильно, а... Да, реализовывать как-то свои идеи, как-то свои задумки. Вот вы как-то трансформацию, может быть, легко проходите. Либо вы не боитесь отсекать что-то из прошлого. То есть, ну, закончилось, то вы спокойно к этому относитесь. Вот, эти профессии тоже. Вот так вот было сегодня с двоечками. Сегодня у меня странные двоечки. Такое ощущение, что не те двоечки, которые обычно, да, в раскладах вижу. Абсолютно другие. Другие люди здесь, другая энергия. Не та, которая была обычно у двоек. Вообще новая какая-то энергия. Так, ну мы с вами переходим к третьей позиции. Ну, камешек у меня зелененький упал, я сейчас не буду вставать. Третья позиция – зелененький камешек, имейте в виду. Хорошо, давайте посмотрим, какая профессия подходит вам для раскрытия ваших талантов для тех, кто выбрал троечку. Давайте я ее тоже выберу. Ну, просто сейчас умная мысляка, говорите, пришла-посля. А какая профессия подходит для раскрытия моих талантов? Профессия, в которой есть взаимодействие с другими людьми. Профессия, где есть, вот знаете, какое-то покровительство, какая-то помощь, меценатство. Там, где вы что-то отдаете. Но здесь вы отдаете как-то, должно быть, на равных, но здесь какая-то все равно вот ваша выгода проскальзывает. То есть, да, вы отдаете, вы чем-то делитесь, но это выгодно вам. То есть, вы не просто так делитесь, да, потому что вы добрый человек. А вы от этого все равно имеете какую-то выгоду. Пускай эта выгода будет как-то связана с вашим эго, да, то есть как-то вот самоутверждаетесь. Но все равно, так или иначе, то, что вы делаете для других людей, это помогает вам раскрыть ваши, то есть через помощь другим людям вы раскрываете как-то свои таланты. Еще профессии, в котором вы светите, профессии, в котором вы сияете, которым вы ведете за собой людей, профессии, в котором есть вот это ощущение состояния радости, легкости, какой-то вот веселья, позитива. Вы донор на самом деле, и поэтому профессии, в которых вы можете быть в центре внимания, они помогают вам раскрывать ваши таланты. Профессии, которые, в которых, знаете, есть что-то новое, да, я не говорю о том, чтобы узнать что-то новое, а это какие-то вот, знаете, вот пионеры, первопроходцы, какие-то профессии, в которых есть какая-то удача, да, риск. Вот здесь прям есть некий такой авантюризм у вас, и вот это вот, ну, такое здоровое чувство риска. Здесь даже, знаете, не столь профессия, но сколько здесь есть такие состояния, когда вы чувствуете, что вы находитесь, вот вы сами себя в тупик завели, либо, может быть, в профессиях, в которых периодически вы как-то вот входите в какой-то ступор, в какой-то тупик, и вы не можете из него выйти. И вот это вот ощущение безыскутности, оно как-то включает ваш мозг, начинает работать, да, и вот вы тогда становитесь вот этим вот пионером, да, то есть начинаете придумывать что-то такое неординарное для того, чтобы решить эту задачу. Вот в эти моменты у вас открываются ваши способности, ваши таланты. Ну, то есть в каких-то сложных ситуациях, причем эти ситуации, они связаны с другими людьми, они не связаны с вами. То есть когда, может быть, какая-то сложная ситуация, вам нужно ее решить, чтобы помочь другому человеку, и вы не можете, да, и вам кажется, что вот виноградь, я не могу, у меня не получается, я не знаю. Вот именно вот этот момент как-то ваши таланты и раскрываются. Что еще за профессия? Ну, от которой вы получаете удовольствие, но опять-таки, вот так интересно, да, вот девятка кубков и шестерка кубков. То есть как раз какие-то творческие профессии, но в чем интерес? Вот что шестерка пендапли, что и девятка кубков, знаете, здесь как? Интерес заключается в том, что, да, это приносит удовольствие, но как-то вот, знаете, вот профессии какие-то больше эгоистичные. Вот вы как-то самоутверждаете, потому что десятка кубков – это аркан удовольствия, но для себя, да, когда я больше думаю о себе, о своих каких-то способностях, о своих каких-то навыках, о своем удовольствии. То есть не столько о другом человеке. И вот шестерка пендапли, да, это карта меценастра, это карта помощи, но все равно там есть ваша выгода. Вы решаете, кому помочь, вы решаете, что дать, сколько дать. То есть если вы при отдаче получаете удовольствие и наслаждение, как-то вот самоутверждаетесь, да, это вот классно, это для вас. С другой стороны, шестерка кубков, она говорит о чистоте, она говорит о невинности, о прошлом, о детскости какой-то, да, то есть когда мы отдаем, ну вот с чистой душой, да, не задумываясь ни о чем. Ну, потому что все-таки вот чистота намерений и побуждений, она присутствует. И вот она немножко идет, здесь, знаете как, здесь, видимо, у вас идет по настроению как-то циклично. Да, когда вы хотите, вы прям можете отдать все, что хотите. А когда нет, как-то вы становитесь жмотами такими, да, я поделюсь только вот как-то со своей выгодой. Вот такие вот нюансы почему-то в профессии здесь всплыли. Вот, но однозначно это какие-то творческие профессии, да, способности какие-то. Еще какие-то профессии. Профессии, которые связаны непосредственно с выбором, то есть когда вы кому-то помогаете что-то выбрать, либо вам нужно что-то выбирать, да, потому что вот это, вы знаете, вот этот выбор, он как раз-таки вас и вводит вот этот ступор, когда вам сложно. Я не знаю, что выбрать, я это хочу, я это. Такое ощущение, что вот у меня, я связана по рукам, по ногам, и вот этот вот выбор, он включает вот экстремальные какие-то ситуации, где нужна решительность. И вот этот вот выбор, а вам сложно выбрать, он как-то вот включает в вас нужное состояние, и вы познаете на что вы способны, да, какие-то свои таланты. Также эта профессия связана как-то с красотой, с эстетикой, с умением передавать красоту, с умением, причем, красоту не только ту, которую вы создаете, но и красоту вашей души, красоту состояния, умение это замечать, умение это передавать. Так, хорошо, идем дальше. Какая профессия подходит вам для заработка больших денег? То есть, что раскрывает в вас ваши таланты, мы поняли. А вот какая профессия подходит для заработка больших денег? Давайте я посмотрю для больших денег. Какая мне профессия подойдет для заработка больших денег? Вот мне вообще самой любопытно. Аж самой любопытно. Хочешь сказать шулерство, да? Не знаю, почему это слово пришло. Профессия, профессия, наверное, психолога. То есть профессия там, где есть какие-то манипуляции. Может быть актерское мастерство, где вы проявляете. Профессия, где вы умеете взаимодействовать с другими людьми. Здесь, знаете, любые профессии, где вы можете чувствовать себя как рыба в воде. То есть умеете адаптироваться как хамелеон, подстраиваться под других людей. Также профессии, которые напрямую, может быть, связаны со смертью. Либо, если мы говорим психологи, психотерапевты, то, что связано как-то именно с травмами прошлого, как-то со смертью. Профессии, которые также могут быть связаны с пищей, как духовной, так и материальной, физической. Как ни странно, может быть, готовить, да? Ресторанный бизнес, либо еще что-то. Как-то с едой. Странно, неинтересно. Это потому что, скорее всего, здесь не пища не напрямую, а сколько духовная. Потому что выпадает сова. Здесь ораторское мастерство очень хорошо проходит. Передавание знания, опыта. Большие деньги. Я, получается, буду зарабатывать, когда буду передавать свой опыт. Вот, когда я созрею для того, чтобы рассказывать другим людям то, что знаю, тогда будет интересно. Аркад смерти здесь говорит о том, что какие-то трансформации, когда вы будете помогать людям меняться, трансформировать, оставлять что-то позади, когда профессии, в которых вы будете помогать людям успокаиваться. Успокаиваться, да. Прямо, знаете, вот прошлое оставили позади, и все, и пошел дальше. Может быть, с гипнозом как-то это будет связано, да? Может быть, с убеждениями будете работать, потому что здесь выходит карта упорства, настойчивость. Когда вы будете показывать людям, возможно, какие-то их не совсем приятные качества, негативные. Ощущение, это как будто бы то, чем я занимаюсь. Я прошу обращения за мои комменты, не обращайте внимания, но вот у меня просто обращения это. Я полностью погружаюсь, как будто бы для себя делаю, да? Вот, значит, то, чем я занимаюсь, да, по сути. На правильном месте ждем больших денег. И здесь выгол цветок, да, то, что есть чистое намерение, но здесь, причем, знаете, вот панипуляции, я же говорю, маг. Здесь, если бы это была не арабельная колода, а таро, это был бы маг, потому что здесь выпадает игра и маски. То есть профессии, в которых вы можете скрывать свое истинное я, но здесь выпадает цветок. Это красота, это чистота, это невинность, это открытость, это какой-то вот духовный опыт. Здесь, скорее всего, когда вы рассказываете людям о том, как устроено что-то в этом мире, да, выводите, может быть, на чистую воду людей, которые манипулируют, да, игроки. Потому что здесь игра, с чем связана эта игра? Здесь игра вашего разума, здесь работа с иллюзиями, здесь работа как раз-таки с возможностями, да, вы показываете людям их возможности, да. Вы работаете с трансформацией, вы работаете с психикой людей, вы работаете с интеллектом. Любые профессии, которые связаны с этим. Хорошо. Почему я это узнала? Ладно. Хорошо. Какой профессией вы хотели заниматься? Так, для себя я поняла, значит, чем я занимаюсь, в нем принесли вот это большие деньги. Что раскроет мои таланты, я тоже поняла. Вы мне напишите потом, вы поняли или нет, да, в вашей экстремальной ситуации. Теперь давайте посмотрим, чем бы на самом деле вы хотели заниматься. Ну-ка, мне интересно, чем бы я на самом деле хотела заниматься. Так, три карты, а не три перемернутые, значит, не смотрю. Так, застой, страстная любовь. И, так, самовозвеличивание. Ну, здесь точно психологи. Почему? Потому что умение показывать людям их внутреннюю суть. Краски противоположность, карты ничтожность. То есть, когда человек сам себя, ну, здесь понимает, повышает самооценку. Профессия, в которой вы помогаете, либо сами повышаете свою самооценку, либо повышаете самооценку других людей, с которыми вы работаете. Вам бы хотелось работать в профессии, в которой вот вы очень любите. Прямо, знаете, страстная любовь. Либо чтобы эта профессия, она приносила вам вот это вот состояние любви. Либо наоборот, из личных взаимоотношений, чтобы вы вот это вот состояние переносили в профессиональную сферу. Либо помогали людям в вопросах любви, в вопросах взаимоотношений. И одновременно, чтобы помогали людям выйти из какого-то застоя. Причем, знаете, смотрите, как интересно. Вот здесь я говорила в самом начале, что для того, чтобы раскрыть ваши таланты, они у вас раскрывают в тот момент застой, когда стопор, да, когда вы не знаете, что делать, как поступать. Вот у вас как-то вот раскрывает это вот второе дыхание, да, или вы какие-то ваши способности. А чем бы вы хотели заниматься? Как раз-таки вот этот ваш опыт, да, что вы умеете, застой. Вы бы и хотели его передавать другим людям. Почему? Потому что вы знаете, как выходить из этих состояний. И вот этот вот опыт вы и показываете другим людям. То есть, возможно, если это вспомогательные профессии, вам будут приходить клиенты, которые где-то застрялись. Клиенты, которые что-то не понимают, которые находятся в каком-то стопоре, и вот в каком-то, которые не могут развиваться, да. Я вспоминаю, с какими запросами ко мне приходят. Ну да, потерялся, не знаю, что происходит, как мне быть, что со мной сейчас, что выбрать. Ну да, в принципе, вот какой-то вот вопрос из застоя, они здесь актуальны. Знаете, когда человек находится в каком-то апатическом состоянии, апатии, депрессии, когда нужна какая-то помощь, вы понимаете? Либо помощь в состоянии, знаете, может быть, еще здесь, если мы говорим о любви, может быть, когда люди расстались, да, и нужна какая-то помощь. Ну вот как адвокаты, например, да, расстались и нужна помощь. Но здесь больше мне эмоциональная, кажется, помощь нужна, да, потому что все-таки самовозвеличивание, эта карта говорит о самоутверждении, то есть я поняла, это когда, если вспомогательная профессия, когда к вам приходят люди, после того, которые потеряли как-то веру в себя, у которых есть какие-то травмы, возможно, детские болезни, ну, родителей передалось какое-то, да, либо в детстве эти травмы были, когда человек не верит в себя. И вот ваша задача, как будто бы вот поднять его веру, да, любовь к себе, да, точно, вот страстная любовь, любовь к себе, чтобы человек получил эту любовь к себе, чтобы он начал верить в себя. Здесь вот вы как-то меняете его состояние. Ну да. Какой вопрос был? Такой профессией я бы хотела заниматься? Ну, у меня, по крайней мере, сходится. Я не знаю, как у вас, вы мне напишите, но у меня сходится, в принципе. Здесь получается, вот у меня прям, я вижу четкую картинку, так, в сочетании созвучия, что вы прям раскрытие своих талантов через какие-то сложности, трудности к преодолеванию, да, как-то действительно какие-то способности у меня открываются. Плюс ко всему, это когда ты начинаешь помогать другим людям, да, и передача этого опыта, да, но только здесь передача знания. Это будет приносить большие деньги. А то, чем хотелось бы я заниматься, да, именно вот помогать людям выходить из таких состояний. Ну, да, через самопознание, самовозвеличие, да, понимание самооценки. Ну, прям, у меня расклад совпался, да. Честно, пионерская, я его не, это самое, не под себя подводила, то есть, ну. Так, что еще спросить, да, это такой вопрос. Хорошо, что еще скажет, какой профессией я бы хотела заниматься? Вы знаете, здесь карты говорят о том, что есть какой-то самообман в контексте какого-то развития, но шансов. То есть, здесь как будто бы, знаете, вот мы сами себе говорим, что я хочу шанс, да, для возможности, чтобы раскрыть все эти таланты, да, либо что-то сделать, но на самом деле это обман. Итак, я продолжаю, прервалась в видео. Я говорила о том, что здесь есть какая-то хитрость касательно вашего развития. Она связана на самом деле с тем, что вы не хотите быть, знаете, победителем, лидером, хотя у вас есть эти качества, эти способности, да. На самом деле вы как-то не совсем уверенный в себе человек, я бы так сказала. То есть на самом деле есть какое-то вот метание, какая-то неуверенность в себе. Здесь, скорее всего, это связано с выбором, да, что вот я не знаю, да, что выбрать, как выбрать, как я говорила ранее, да. Поэтому вы как-то не можете раскрыть здесь свои способности полностью. Но у вас есть однозначно. То есть вот здесь вот способности, связанные с вашей интуицией, связанные с вашим состоянием. Вы умеете читать души другого человека. Вы не, знаете, вот здесь вот просто показывают, не, вы избегаете активных таких энергий, каких-то мужских, да, и выбираете больше пассивность. Вот пассивность, вот вам хотелось бы, чтобы в вашей профессии, да, то, чем заниматься, вы были бы как бы, как будто бы больше пассивны. Это, знаете, как будто кто-то за вас, допустим, продаст ваши услуги, а вы просто придете и сделаете необходимое дело. То есть вам нравятся как-то такие профессии, которые приносят вам удовольствие, наслаждение, и при этом вам не надо как-то активно себя проявлять, активно о себе заявлять. То есть такое ощущение, что вот у вас должен быть человек, как будто бы, да, вот пиар-менеджер, который бы о вас заявлял, что-то говорил, вот это вот все на себя брал, а вы бы просто занимались вот именно состояниями. Потому что не хочется вам вот этой вот активности, движения. Не уверенно вы себя чувствуете в этом. Но это не совсем ваше желание. Не то, что вы не умеете, это просто не совсем ваше. Такое ощущение, знаете, вот я пришла на работу, я хочу заниматься работой. Ну, это как художник, мне нравится рисовать. А кто будет продавать мои картины, или еще что-то, этим должен заниматься кто-то другой. Ну, здесь вот такой вариант у нас был под номером 3. Я его себе тоже выбрала. Посмотрим. У меня совпад. Я не знаю, как у вас, зелененький канч. Я, кстати, канч достала, пока запись прервалась. Вот такой вот был расклад. Жду вашей обратной связи. И прощаюсь с вами уже, наверное, до пятницы. В пятницу у нас будет расклад про отношения. Пишите свои идеи для расклада на отношения, потому что я не совсем понимаю. Расклады про отношения – это не совсем мое. То есть я не совсем понимаю, какие темы можно рассматривать. Мне не хочется, чтобы это было то, как у всех. Что он думает, я не знаю, любит, не любит, либо еще что-то. Поэтому подскажите, что вам интересно. Если, допустим, эти темы и будут интересны, хорошо, я их сделаю. Но, опять-таки, отвечая на вопрос, что люблю я, что нравится мне, мне нравится темы, связанные с саморазвитием, с самопознанием. Поэтому то, что связано с отношениями, мне не всегда понятно. Но опрос последний мой как раз-таки в Инстаграме, он и показал тот момент, что тема отношений, она все-таки интересна. И хорошо было бы, чтобы я продолжала, там, 79, что ли, процентов было, либо 78 процентов опрашивая моих, которые хотели, чтобы я продолжала делать раскладные отношения. Но мне нужна ваша помощь с темами, чтобы эти темы были интересны. Поэтому давайте, вы мне поможете в этом с темой, а я сделаю рассказ, помогу вам с ответами. Идеи можете писать, по-моему, в предпоследнем посте в разделе «Сообщество». Либо 2, 3, 3 пост от верхнего. Ну, в общем, найдете, да, в комментариях. Можно даже в любом посту, неважно. Главное, чтобы темы были. Итак, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что пятничная акция у нас будет не на этой неделе, а на следующей. Вы можете заранее записаться. Приходите также на личные консультации. Я достаточно строга в требованиях, потому что не хочу обманывать. Если я... А, кстати, вот про обманывать случай, просто быстренько расскажу про это. В последние пятничные акции был такой момент, в моей жизни он впервые, когда я не смогла ответить на вопрос по причине того, что я не видела просто карты. И посовещавшись с коллегой на эту тему, пришла к тому выводу, что просто я не должна была давать ответ. Вот. Вот так работает мистика на самом деле. Причина была не в карте. Конечно же, карты всегда говорят ответ. Причина была во мне. Я не увидела ответа. Но я реально ничего не видела. Знаете, была такая вот очень интересная привина, когда ты, как говорится, смотришь книгу и видишь фигу. Вот. Причем это был один конкретный человек. До этого человека прекрасно ответила на вопросы после этого человека, потому что я как-то с себе засомневалась, думаю, неужели что-то произошло, и я не вижу карты. Вот. Но после этого человека, следующий клиент в акции, прекрасно смогла ответить на вопрос. Просто для меня это было огромным удивлением, что, оказывается, бывают такие моменты, для меня это было понимание, что не надо было давать человеку ответ. Причины разные, я сейчас не буду озвучивать, вот. Но такое тоже бывает. Для меня это было впервые удивительно. Поэтому, если вы будете приходить на пятничную акцию, я надеюсь, что такого не будет, то я вам честно и открыто скажу, что нет, я не вижу, да, ни мой день, ни вопрос, не знаю. Я тоже человека и могу не уверить. Поскольку врать я не люблю. Даже, даже если бы, допустим, я и любила, ну, что я не люблю, мне настолько быстро прилетает от вселенной по башке за то, что мне что-то идет не так, что-то идет не по справедливости, потому что с человека, как говорил мой учитель, сознающего спроса вдвойне. Поэтому на бан это не совсем по мне. Хотя вот эти вот карты в последнем показали про манипуляцию. Лами заговорилась. Просто давно, видимо, с вами не общалась. Прощаюсь с вами. До пятницы. До новых раздавных. Жду ваши комментарии. Благодарю за лайки, дизлайки и комментарии. Они помогают, конечно же, каналу. А я с вами прощаюсь. Все. Субтитры сделал DimaTorzok